На все рынки Кубани вернут социальные ряды. Вениамин Кондратьев сегодня поручил разработать схему торговых мест, где жители региона смогут продавать выращенные на своем участке овощи и фрукты. Они должны стать альтернативой для тех, кто реализует свой товар несанкционированно. Вопрос стал одним из основных на общей краевой планерке. На совещании также обсудили поддержку малообеспеченных и многодетных семей. Обо всем по порядку прямо сейчас. Кубанский картофель, абхазские мандарины или бананы из Эквадора. На прилавках магазинов и рынков края сегодня можно найти все, что душе угодно. Продают то, что вырастили на собственном огороде или привозное из других регионов и даже стран. В сфере торговли занят каждый пятый трудоспособный житель края. Но вот соблюдать правила рынка получается не у всех. Продают вдоль дорог, на тротуарах, у магазинов. Проблему несанкционированной торговли Вениамин Кондратьев выносит на общекраевую планерку. Ситуация недопустима ни в одном городе из станицы Кубани, заявляет глава региона. Но прежде чем предъявлять требования к самим продавцам, нужно организовать для них альтернативные места реализации товаров. Наша с вами задача создать условия для того, чтобы ушла несанкционированная торговля. Потому что, еще раз подчеркиваю, сейчас мы начнем их сгонять. Начнем сгонять. И я уверен, мы получим в пику одно, что куда нам перейти. А вот достойных мест мы им предоставить не сможем. Давайте обсуждать, каким образом мы эту проблему будем решать. Не санкционированная торговля, конечно, это бич сегодня нашего края. И должны быть четко альтернативные действия, которые позволят сохранить и тех, кто хочет заниматься торговлей. Нередко торговые ряды стихийно образуются прямо на улицах. После рабочего дня на их месте такие же стихийные свалки мусора. Но есть и обратная сторона проблемы, о которой говорит губернатор. Торговать на рынках многим просто невыгодно. И в первую очередь речь идет о небольших сельхозпроизводителях. Для этой категории продавцов уже создали более двух тысяч бесплатных и при этом санкционированных мест. Мы на всех ярмарках и рынках, где не было социальных рядов, сейчас организуем социальные ряды. Где они были, мы изучаем место и практически везде передвинули их уже на проходные места, там, где на самом деле интересно. Но когда мы говорим о несанкционированной торговле, как о системе, мы не говорим о бабушках, мы не говорим о производителе. Несанкционированная торговля – это торговля перекупщиков, которые практически уже аналогичный рынок организовали, без санитарных каких-то соблюдений, каких-то требований. С еще большим вниманием на совещание отнеслись и ко второму вопросу, который озвучил Виамин Кондратьев. Поддержка семей, которые находятся в социально опасном положении. Таких в крае сегодня почти три с половиной тысячи. Все они по тем или иным причинам оказались в трудной ситуации. И это далеко не всегда асоциальный образ жизни. На первом месте, конечно, это алкоголизм и наркомания. Родители – 28,5%. Далее внутрисемейный конфликт – 19,1%. Отсутствие работы у родителей – 10,6%. Низкий материальный достаток – 10,8%. Болезнь родителей – 7,1%. В каждой семье существует, как правило, не одна проблема, а несколько, которые требуют комплексного системного подхода по их решению. Дети из таких семей попадают в реабилитационные центры. В регионе их сегодня полсотни. Там ребенок находится не больше полугода. За это время важно помочь родителям разрешить проблемы, чтобы дети смогли вернуться домой и жить в нормальных условиях. Для этого иногда достаточно всего лишь найти работу родителям. Но важно не оставаться равнодушными и вовремя разобраться в причинах сложившейся ситуации, призвал Вениамин Кондратьев. Надо сказать спасибо социальной службе, что они находят этих деток. Раз туда дети попадают, то для главы района, любого главы района, это тревога обратить внимание на эту семью. Коллеги, полгода у глав муниципальных образований, если уже дети попали в ЦСЦН, на то, чтобы максимально решить их проблему и вывести из этого трудной жизненной ситуации. Вывести, помочь, по крайней мере, родителям и им вернуться в свои семьи в комфортную среду. Ко всем озвученным на планерке вопросам еще вернуться. По борьбе с нелегальной торговлей глава региона поручил провести совбест, где эту проблему еще раз обсудят с правоохранителями. А ситуацию с социально незащищенными семьями Вениамин Кондратьев будет контролировать лично.